В принципе, выпечки на ржаной муке кардинально отличаются от принципов выпечки до пшеничной. Давайте посмотрим на них с высоты птичьего полета. Объем ржаного хлеба всегда будет значительно меньше, чем объем пшеничного хлеба. Это напрямую связано с наличием в муке клейковины. Она же глютен, она же злаковый белок. В ржаной муке клейковины очень мало, при этом она еще особенно слабая, поэтому рассчитывать на нее пекарю совсем не приходится. Но что же создает, пусть и незначительный, но все же объем в ржаном хлебе, а создают его пентозаны. Именно они ответственны за то, что ржаное тесто скользкое и мыльное на ощупь. Пентозаны – это слизистые вещества, которые относятся к углеводам. Поскольку пентозаны не перевариваются, с точки зрения питания их относят к пищевым волокнам. Ржаная мука очень влагоемкая. Она впитывает намного больше воды, чем любая другая. Это связано с тем, что в ржаной муке А много пентозанов и Б много клетчатки, а пентозаны и клетчатка просто обожают воду. У них в этом отношении абсолютно взаимная любовь. Они поглощают ее в разы больше от собственного веса. Но вернемся к объему ржаного хлеба. Ржаная мука обладает очень высокой ферментативной активностью. Так как большинство ферментов находятся в клетчатке, а рожь содержит ее в большом количестве, то ферменты в ржаной муке просто отрываются по полной. Помимо ферментов амилазы, которые разрушают крахмал в муке, фермент пентозаназа разрушает наши драгоценные пентозаны, которые дают ржаному хлебу объем. В результате такого двойного нападения со стороны амилазы и пентозаназы, ржаной хлеб при неправильном тестоведении и выпечке превращается либо в лепешку, либо в глиноподобную влажную массу с пещерой под корпой. Так что же делать? Об этом в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok